Мир сам себя не спасет, мы ему нужны. Приветствую вас, друзья! С вами Верос, и мы продолжаем играть... Ой... Дай он лай... А ну-ка, подожди. Сейчас попробуем... Двойной прыжок. Заберись нормально. Вот, да. Не, не хочет. Не хочет двойной прыжокчик он делать, но... Заберемся тогда по старинке сюда. И залетаем. На балкон. Нас здесь уже ждут. Хотя... А, ну есть, есть тут еще... Варианты с шахтой лифта. Но наверх нам не забраться. Ну, как бы тут нам нужно еще выше. По идее. Здесь максимум мы можем спуститься. Ну, в мусорке поковыряться, и то она пустая. Погнали. Посмотрим, где и что можно сделать тогда. Где как мы можем... Кэпс-лог. Ну, кэпс-лог. Конечно, работает и сейчас, но в прыжке... Еще нет. А, ну-ка. Приземлись. Спокойствие. И только спокойствие. Здесь вон... Зомбаки. И, в принципе, здесь мы... Ничего не найдем. Нам, похоже, надо... Все-таки выше. Рядом с контейнер с ингибиторами. А, прям очень рядом. Ну, прям внизу, да? Прям под нами. Прям, похоже, вот... Ну, вот под нами. Тут, по идее, мы должны будем подняться легко. А конкретней? А конкретней? Собираем пока ромашки луговые. Это... Это старая запись, я так понимаю, уже. А, подожди. Аномалия ночная здесь. Вот он. Ингибитор, да. Классная штука. Ночная аномалия. Я бы даже сейчас подождал, может, ночью. В принципе, это можно и устроить. Спасибо за гостеприимство. Нет, за что. Это же не территория третворцев. Здесь, вообще, она не пустует. Я хочу вас... Здесь, вообще, она не пустует. Вы сказали, что встречали... Мне кажется, вы на миротворцев наговариваете, а? Вообще, прям в наглую. Ждем ночи. Давай, давай, давай. Ложиться не обязательно. Ты можешь прям просто... Экран потемнеет, и... Такая игровая условность меня устроит. Без лишних движений. Ох, насколько, да? Легко. Это... И это мы еще арбалет не используем. Что ты тут забыл? Блин, ну можешь залезть не внизу. Чтоб тебя залутать можно было как-то. Внимание, всему нет персонала. Все, ты от взрыва откинулся уже. Как сравнение защитной одежды и умови является обязательным. Нарушители будут устроены на камеру. Масочный режим у вас, да? Все дела. Лучших традиций. Так, боевые навыки. Топчите голову врагов, которые лежат на земле. Нажмите F. Блокируйте летящие у вас стрелы. Протаранить. Сбросить. Захват бросков. Ну, не сказал бы, что тут что-то прям очень интересное есть. Что хотелось бы прям вкачать. Удерживайте, чтобы зарядить мощную атаку. И нажмите caps lock. А это выполняйте мощные атаки, находясь в воздухе. Давайте попробуем вот это вот взять. Ну, если что, мне кажется, попробовать стоит. Все, отлично. С тобой мы разобрались. Ингибитор. Выносливость. Шикарно. Это хватит. Да ну, все нормально. Тебе хорошо. Можем разве вот сюда. В лабораторию. Также сбегать. Сейчас перед... Этим квестом. Ну, он рядышком этот вариант с лабораторией прям. Сейчас пистолет как раз попробуем. Не получилось сразу залететь куда нужно. Поэтому мы пошли во все тяжкие сейчас. Мы сейчас пошли во все тяжкие. Так, вон еще есть еще грибы. А тут нет бочонка. Сейчас просто очень кайфово можно взорвать. Вон есть почему. Ну, спрыгни. Не спрыгни. Не спрыгни. Большой бум. Большой бум. Почему вы проскакиваете так легко? За спину мне. Прям, ну... Это слишком легко. Тут мы еще этих особенных парочку убивали. Сбрасывали. Поэтому лучше их обыскать. Они пригодятся нам. Ого-го-го. Вы еще тут... Как бы, вроде бы, и шевелитесь. Живыми вас не назвать, конечно. Но шевелитесь. Так. Это в другую сторону. Нам немножечко в другую сторону. А здесь ничего не сделаем. Ладно, спрыгивай. Обыскивай быстро. Пошел вон. Ты меня не интересуешь. Ага. Я... Я понял. Эй, я застрял. Нет, все нормально. Я отстрял. Забираемся. Думаю, тут мы сейчас быстренько разберемся. У нас опыт уже есть. Вхождение по этим утрам. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Кто-то стучится. Кто-то стучится. Так. В принципе, можно сейчас... Вон, одна стрела. Лук-то золотой прям хороший такой. Мне нравится. Скрепка, искусственный лук. Если ему еще... Можно было бы какие-то улучшения вкачать. Чтоб он прям дамажил мощнее. Сейчас мы этих медбратов снимем. Есть-то арбалет, естественно. Арбалет еще мощнее. Но зачем сейчас тут больше, если им хватает этого? А лук, ну... Как я и говорил, все равно он атмосферней. Он приятнее. Арбалет удобнее. Например, в Чуэрю Медевый Варфайер, ну, в том же. Я предпочитал все-таки сражаться при помощи арбалета. Ну, если берешь дальняка. С ним удобнее. С ним можно дольше целиться. Потому что стрелу натянутой нужно держать дольше. Сложнее прицелиться. О, еще и двоих. Так как в мультиплеере, ну, они бегают зачастую как умственно отсталые или неуравновешенные соперники. Ну, чтобы в них не попали. Чтоб в них было сложнее стрелять. Тут даже огнестрел не нужен сейчас. Пока что он... Было бы круто, если бы стрелы еще забирались. Ну, в принципе-то их крафтить тут не проблема, эти самые стрелы. То есть, в общем, так-то это все... Решаемо. Но мелочь. Вот такие вот мелочи важны. Вот важны. Важные нюансы. Ингибитор взяли. Есть кассеты. Я вряд ли соберу всех. Ну, так как я такой задачи не ставлю. Собрать все объекты. Хотя, мне кажется, в соло, вот даже если искать, самому прям везде лазить, это достаточно сложно порой. В подобных играх с огромным миром. Ну, даже не то, что сложно. А это же невероятно нудно. Просто лазить по всем углам. Так, выходим. Употреби. Вот все-таки попадание в голову здесь дает какое-то преимущество. В ближнем бою мы видели, ну, когда в начале еще даже хп было включено. Это не сказывалось каждый раз. Как минимум. Хотя, может, просто не засчитывали там зону попадания. Такая вот обширная. Но в остальном вот лук мы сейчас используем в голову. Хороший урон. Очень приятно. Очень, я бы даже сказал. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Так, контейнер с ингибиторами. Он по-любому вниз. Только через лифт пойдет. Ну что, здесь мы не доберемся. Зачем вот эта шахта, я не пойму. Чтоб вернуться потом было быстрее. Ну, может быть, если ты не все. Вот как... У нас же есть один объект, где мы два забрали, а последний сундук с двумя... В итоге и не тронули. Да, нас там зажали. Мы еле ноги унесли. А хотя там, по-моему, вынесли наши ноги отдельно. Отдельно выносили ноги. С вас бы еще что-нибудь, если бы поднималось, необычные какие-нибудь остатки. Все, отдыхай. Так, это тоже заперто изнутри. Взламываем тут. Да, вон, с луком, заходим вообще. Не испытываем никаких проблем. Да ладно, тебе все хорошо. Не паникуй. Есть еще стрелы, кстати, для лука. Точнее, стрелы для лука есть. Перчаточки для лучника. Урон десятка, урон меньше, но длительность чутья и скорость обнаружения. Но расход выносливости паркур... Не, хорошие перчатки. Сейчас вот эти перчатки, они знатные. Вообще, практика показала шмотки вот эти. Смысла продавать нет. Лучше их выкидывать. Целее будут. Голодные игры. Вот это вот, я понимаю, действительно голодные игры. Так, усилитель иммунитета. А у нас при этом сейчас закончился тот расходняк. Но вот этот послабее усилитель иммунитета берем. Хотя тут у нас максимально уникальный расходняк. Ой, рассадняк. Тоже сказал. Расходняк. Их много накопилось. Накопилось, в принципе, прилипло. Отдыхайте. Не отвлекайтесь, отдыхайте. В принципе, даже всех сейчас убивать не буду здесь. Можете отдыхать. И последняя дверка. А там мы уже выйдем через главный вход. Давай, 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 давай. Только не занимайся этой ерундой. Тут еще и скелеты. Ну, наверное, зараженных как раз. То, что изучали, они сидели в клетках. Скорее всего, так. Контейнер с ингибиторами внизу. Ладно, давай вот эти кристаллы возьмем. Ящики я вскрывать не буду. Там как-то мало хорошего мне попадается. Эту толпу придется уничтожить. Этих можно уже не трогать. И плеваки здесь нет в этот раз. Спокойно взламываем, да? Никто нам не мешает. Мы забираем ингибитор и наслаждаемся жизнью. Так, паркур. Соединяйте тики-таки или бег по стенам в более сложные элементы. А ну-ка, давай. Посмотрим, что это нам даст. Усилитель, прокачечка. Ингибиторов пока что мало. А, кроме двери. Открываем двери. Тем временем уже, кстати, светает. Тем временем уже прям светает так светает. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Пошли вон туда. Там по-любому уже... Можно заново собрать, нет? Нет, заново собрать не дадут, медок и сахаров. Ладно, пошли. Кто орет? И они ниже. Хотя их можно... Быстро. О, в полете. Красиво, да, замедление. Даже стрелять было жалко. Но замедление все равно идет не особо быстро. Ой, замедление быстро. Проходит, скажем так, достаточно быстро. То есть не успеешь за этот промежуток выстрелить, ну, попадешь просто. Целься, не целься. Не пока ты там целишься. Все, продолжаем демонстрировать чудеса. Лутаться с копьем нельзя. А паркурить запросто. Причем вот сейчас урон пишется. Там четыре сотни, а меньше, чем у моего лука. Неужели лук так... Сейчас... Мощно смотрится. Мой, со всеми этими шмотками. Ну что ж, нам нужно забраться наверх. В принципе, выше мы и не взлетим. Это вот наш потолок. А, подожди, вот здесь можно просто забраться куда надо. И все. Шикарно. Мы на самом деле дотянулись сразу. Как положено. Луан, здесь ничего нет. Да, Нер сказал, что место нетронутое. Посмотри еще. Хм. Наверху. Мне очень жаль. В вертолете не хотело места. Постараюсь прислать другой. Мне нужно спасти коллекцию с любовью. Забрал картины, но бросил Джессику. Романтичный сукин сын. Городок 18 века, эскиз поля, импрессионизм, натюрморт с фруктами. Ну, тут список. В принципе, тут письма, на самом деле, все читать смысл особого нет. Взял с собой. Хо, он обрадуется. Голосовое сообщение. Время 17.36. Мистер Буковский, транспорт направляется к Лан. Произведения искусства уже должны быть на крыше. Как только вертолет будет на подлете, мы выйдем на связь. Луан, я нашел его заначку. За ним высылали вертолет. Все перенесли на крышу. Я схожу поищу. Удачи. Спасибо. Ну, тут и зомбаков нет. Короче, с копьем в любом смысле. Бесполезно тут бегать. Так, на крыше, на крыше, на крыше заначка. Вот. Он ждал. Ай, ебать. От картин ничего не осталось. Все уничтожено. Луан, я нашел коллекционера. Но его коллекции нет. Луан! Эй, слышишь? Господи, Эйден. Ладно, я быстро. Здесь ничего нет, кроме бутылок виски и водки. Но виски, кажись, годная. Луан любит хорошие виски. Может, если ты его напоишь, он расслабится? Он еще в закусочной? Я видела, как он уходил. Похоже, пошел обратно на корабль. Наверное, уже у себя. Окей, схожу туда. И еще. Насчет водки. Да, Нер ее обожает. Если соберешься зайти, в чем я сомневаюсь. Но если ты действительно хочешь узнать город, это лучший способ. Так и пой. Добро пожаловать на борт. Так. И получается, здесь у нас снова двойная задача, да? Здесь можно с Хуаном снова посетить вечеринку Даня, по желанию. Не, ну почему нет? Я с удовольствием бы посетил твою вечеринку. Так, а тут вот объект. Чуть-чуть. Это радиовышка. Я тебя понял. Ну, радиовышка дальше. До нее, причем, ничего не сделать. Вот здесь где-то должен быть объект. Но тут, скорее всего, просто какой-нибудь конвой с очередными мелкими задачками. Можем по пути вон банду Даунтауна разнести. Чтоб не расслаблялись. Проходим. Так. Контейнер с ингибиторами. Ну, это парашют. 100%. Отнорушен контейнер с ингибиторами. Хотя 11 метров. Нет. Контейнер тут. Но... Нужен код. Который я не знаю. Ну, в принципе, в записках они могут указаны быть. Сейчас мы доберемся до парашюта тогда. В первую очередь. Летить, колотить. Мы через текстуры еще пролетели. Мы в затекстуре, господа. И отсюда не выбраться. Да, мы можем бегать внутри. Но я каким-то образом попал в затекстуре. Не-не-не-не-не. Это, конечно, замечательно, но... Нам придется сейчас использовать гранату, чтобы убить себя. Рядом контейнер с ингибиторами. Потому что выбраться здесь не представляется реальностью. Ну, зачем вот текстуры делать с двух сторон непрониками? Ну, ладно, хорошо. С одной стороны делайте, но с другой стороны... Как бы тут же такая ситуация. Ну, все-таки попасть сюда можно. А выбраться нельзя. Да? Да? Так что берем гранаты. Еще и просто так их... Можно просто выйти и загрузиться. Это не то. Это не вариант. Попав в такую ситуацию, мы не ищем легких. Давай-давай-давай. Вот это выход. И ситуацию. За текстуре. То есть там где-то вот на стене был элемент, который жестко просто нас подставил. контейнер с ингибиторами. Соответственно, мы влипли, пролезли через текстурку. Давайте все-таки наверх сейчас попытаемся в первую очередь. Убивать я их не буду. Сейчас. Потом спустимся и сделаем это дело. Ах, значит... Значит, ты можешь не допрыгнуть, да? Со стрелы туда ты прям можешь не долететь. по идее у нас есть навыки прыжка дополнительные. Но здесь оттолкнуться от препятствий нужно. И здесь, я так понимаю, тоже отталкиваясь от препятствий мы можем прыгнуть выше. То есть исключительно препятствия нужны. Когда мы разбегаемся с крана, препятствий нет. А здесь только если при помощи парашютика. Думаю, вполне возможно с его помощью сделать этот трюк ушами. Потому что нам говорят, что достаточно сейчас. Всего-всего предостаточно. Ну, на самом деле мы вот сюда можем забраться и без парашюта, я думаю, изнутри. Хватит мучиться. Тут вон столб. Может даже с этой стороны. Ну, да. Но это было слишком просто. Вариант с краном куда интереснее. Твою же за ногу налево. сейчас сейчас ты должен был допрыгнуть. Надо было с разбега это делать. все-таки. Хотя тут сейчас быстрее будет все-таки. нифига. 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 отпрыгнуть. Блин. Какие классные слова-то. Самому нравится. Так вот, прыгнуть нужно до того, как он начал спускаться. пролома пролома нет. А если мы вот сюда? Думаю, это самое то. Никаких дыр в потолке. Осталось-то совсем немножко, чтобы забраться. Вот он уже парашют. Значит надо искать здесь выход. Ну в принципе здесь через шахту. Там он да. не те балки я еще внизу заприметил. Ну хотя бы этот контейнер с ингибитором мы соберем. Уже неплохо. Да ну хватит тебе притворяться. Все нормально. Редкие ботиночки. лучника лучника. Урон от стрелкового оружия увеличивается. Да скорость обнаружения ну пофигу. и военные технологии сейчас забираем. замечательно. Замечательно. Летим. Отсюда как раз 200 метров до рыбьего глаза. Я думаю мы преодолеем. А ну косяк с бандюками. ну давай ладно. С вами поговорить надо по душам. Чтобы они за свой косяк ответили. натянул тетиву. и заставил почувствовать вкус моей стрелы. никакой тревоги никакой беготни просто и со вкусом так маска но мне больше стрелы нужны на самом деле. Это я сейчас еще обычно использую. Обычные стрелы. ничего сверх естественного. Записка. Орден на пилигрима. Ордер, да? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, это веща будет. или в коллекции, в коллекции. Это граффити, письмо, игральное, статья, письмо прощальное, потерянный рай, отчет, первая страница комикса, рисунок, билет, ордер, вот он он. Задание в туннеле искусный коллекционный предупреждение Эйдена. Тревога. Найдите пилигрима. Уточнение к заданиям. Обыщите каждое здание в городе, каждую крышу. Запомните у пилигрима ключ в ЭГМ. Того, кто его найдет, ждет повышение жилья с участком земли в придачу. Пилигрим крайне опасен. Обычно действует один или с этой его лицей Луан. Его проще всего убить издалека. Вопрос крайней важности. Определяющей судьбу клана и нашего плана. Но не сказал бы я, что легко издалека убить. Пытайтесь. Ой, я только хотел спросить, а где ваши лучники? Ох ты, ебаный сукин сын. Где ваши лучники? Кстати, тут еще один ингибитор, что ли. Потому что мы приближаемся, приближаемся, приближаемся. И он под нами прям. Я думаю, это к базе отношения не имеет. Немного стрел, спасибо. Жаль, в этот раз было лучников мало. Хотя, вот взлом у них в этих схронах бывают слева. Там их немножко, но бывают. Полностью базу всю лутать не будем. Он еще перчатки. Перчатки. Ну, так себе. У нас получше. он пару стрел. Он пара стрел. Хотя тут стрел по 15 штук. Пара? Ну, по 15. Не, это тогда надо. Обязательно. Они там склеены. Склеечка небольшая. Пусть будут. тут. А, давай, 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 давай. Крути, верти. Да, почему вот это тут вариант с нажатием? нападает на столовую. Но здесь, смотрите, по умолчанию сразу миротворцы заходят. То есть, у нас даже не спрашивают, хочешь ты отдать миротворцам или кому-то еще. так, а тут даже назначать сейчас ничего не будем. Так, контейнер с ингибиторами. Рядышком еще обнаружили. Только теперь нам нужно вот сюда, вниз. Нет, нет. Рядом контейнер с ингибиторами. Девели сюда и помогал в полевом не, это уже наверху. Кстати, ингибитор, похоже, был привязан к базе и он сгорел. С другой стороны, нет, нам нужно сюда бежать. Он просто нас перебросил на другой край базы. да, нам нужно вот сюда. Сейчас посмотрим, действительно будет привязан ингибитор к базе или нет. Потому что индикатор вон с верхнего тут работает. а вот он нормально. Этот ингибитор остался тут. обнаружен контейнер метку метку снимай. он да как я и говорил тут вопрос в принципе в очередном конвое на вас время тратить здоровейки шкурка выделки не стоит в данном случае разбегайтесь да здравствует рыбий глаз никто не знает а ну-ка иди сюда и иди ко мне у тебя остались зараженные стрелы и давайте купим их эти чертежи на что они требуют улучшить можем у фонарь в принципе ну давай раз уж не пользоваться так бум стик бум 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 так выносливость наверное давайте бум 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 жаль не показывают маску снайпера и не сравнивать с текущим что одета хотя вот тут есть сравнение здесь сравнение почему-то ничего не очки что на лице есть расход выносливости урона двуручного оружия радио скорость обнаружения длительность чуть я выжившего а давай очки опыта паркура рон стрелкова 4 скорость обнаружения переживем пока давай продадим эти маски нам не нужны опять же копейки стоят эти перчатки можно продать эти штаны можно а чё так мало берешь а я не пойму вообще ценник отвратительный вроде бы шмотки так хорошие да смартфон искусственные ценные вещи вот ценные вещи мы за 10 тысяч можем слить айфоны эти они даже после конца света он стоит неплохо эти самые айфоны штаны медикам мы маску снайпера берем и сейчас отправляемся на праздник назначите ячейку быстрого доступа инструменты ночного бегуна давайте тогда вот сюда сейчас вместо вместо пистолета получается слепит низкие цены так и праздник выше 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 праздник жизни выше с днем рождения даниор так ты все таки пришел держи презент ты прожил еще год поздравляю что тебе от меня нужно гаджо ты это к чему что ты хочешь с чего вдруг подарки даришь он сказал и у тебя день рождения вот я и я понимаю концепцию подарка на день рождения ты ведешь себя как придурок ладно в общем с днем рождения может я и проиграл паре но зато есть чем поднять настроение паре не бери в голову луан в баре поспорили слон прийду или не приду карты рубитесь нет эйден ты пришел конечно сама же позвала я принесу тебе бутылку чтобы ты нас догнал роу отдыхаешь да слушай ты же знаешь как это все давит тебе дают приказ абсолютно бессмысленный и ты стараешься его выполнить я понимаю поверь у тебя получилось луан выиграла выиграла какую-то пари до здания ром она была уверена что ты придешь а он нет казалось что для нее это важно как ни странно на эйден пей лучшая выпивка николаса мы собирались сыграть в игру нет луан не собирались хватит я не играю а я тоже я уже слишком пьян ну и слабаки эйден ты играешь что за игра не волнуйся просто напьешься и тебя унизит эйден чем дольше мы говорим тем больше времени у этого ворчуна чтобы слиться играешь или нет ну давайте посмотрим на последствия хорошо сыграем так-то лучше правила простые ты или отвечаешь на преступный личный вопрос о себе или должен выполнить желание значит если я не хочу отвечать на вопрос то выполняю желание не мы решаем правда это или желание если ты не делаешь что должен ты пьешь и так ты спал с кем-нибудь в велидоре нет ты серьезно может у него есть принципы сначала влюбиться и все такое ну да тогда удачи не все же такие как ты роу воды твой черед хочу чтоб ты сыграла иди нахер стой в смысле я выпью проехали играешь на чем-то забей я выпила едем дальше она играла на укулеле правда парни продолжаем ты спрашиваешь роу и я желаю чтобы ты не просил роу спеть это ужасно правда вот смотрю на тебя и думаю кем ты был до всего этого хороший выбор лучше не слышать как он поет поверь мне но того как стал миротворцем круче которого только яйца отцом и мужем ты был отцом мои дети погибли в самом начале я пытался их спасти почти удалось но но в итоге выжил только я и и теперь живу и жалею об этом как как они зараженные хуже люди грабители обычные бандиты попытались отобрать у нас еду я не собирался отдавать все что у нас было я должен был защитить семью я был гордым глупом и их было больше за продолжение игры так хватит об этом а ты ни о чем не хочешь спросить ликвидатор шо меня всегда интересовал ее список заткнись ролл не твоя очередь да список жертв как он появился из-за гада который должен получить по заслугам я начала с него затем занесла туда еще одного а затем их стала целая куча но кто был первым это еще один вопрос пей нет он пытается заставить тебя ответить до 1 да какая разница все началось намного раньше когда я сбежала от вальца фрэнк помог мне он показал мне куда я еще могу направить свой гнев тогда я думала что смогу быть с ними стать ночным бегуном наивная они погибли в телебашне фрэнк потерял почти всех ночные бегуны исчезли и фрэнк начал пить он забил на жизнь и на самого себя так что пусть я и не ночной бегун но у меня хотя бы есть мой список спокойной ночи сейчас ранее утро я задал неуместный вопрос в этом вся прелесть игры пили грим рано или поздно ты бы задал неуместный вопрос до скорой встречи так бабуля ты остаешься тут день рождения гаджо вот ты где спасибо спасибо тебе за водку спасибо давай выпьем за меня и за еще один год в этой дыре знаешь ты не так уж и плохо и я начинаю тебе нравится не это просто значит что есть засранцы и похуже и что я пьян где луан вы были вдвоем мы играли я задал неуместный вопрос как появился список жертв ух гаджо гаджо ты заставил ее вспомнить прошлое послушай я говорю тебе это не потому что ты мне нравишься я вообще не знаю какого хера я это тебе говорю но никогда никогда не не спрашиваю луана прошлом ты понял хорошо а теперь проваливай у меня день рождения день рождения вот эти вот объекты такое ощущение что их нужно собирать этих кошечек да такс ладно теперь нам в эту сторону нам на корабль но по идее в принципе нам только на к карту нельзя ладно давай приземлимся от крымка это все-таки просто игра могли бы разрешить использовать карту в полете да можем максимум он мельничку хотя у тут домик еще есть поезде ой зря сей факт переломит ход войны инженеры миротворцев сейчас работают над сигнализацией электрическими ловушками хватит уже тянуть кота за яйца ты ж не всерьез может договориться это так и должно быть или я могу да ёберный кардабалет не перепрыгни зомбаками разбираешься убежище ночного бегуна можем вообще сейчас отдохнуть до ночи и надо выпендриваться мы ингибитор не принимали мог бы сразу на кровати и закрыть глаза нам бы не прошло ждать как раз восполним хп и ночные бонусы будем получать так ладно лишь бы игру жрать на доставку ламп ему полки ну да ёберный кардабалет зацепить это понятно так 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 сейчас парашют мы использовать не будем возможности это толком и нет что падает что рушится кромсают просто в хлам попробуем эту мельницу забрать сейчас в принципе легко ну дважды нажал пробел ну почему а задержать на год тени дважды нажимать чтобы выше прыгнуть именно чтоб выше прыгнуть насколько я помню нужно дважды нажать до отталкиваясь от препятствия сейчас по идее ну можно было попытаться оттолкнуться от этого нет куда ты поднимаешься то есть от стены оттолкнуться назад нет здесь не допрыгнуть подожди подожди но он вообще не высоко поднимается давай назад тогда не а не по его душу ну зацепись ну зацепись по идее то он опускается так этот лифт чтоб ты мог зацепиться по логике вещей не разве не так ну и плевать на тебя короче опять ну ну здесь в этот раз троса никакого сбоку нет к сожалению ладно летим так летим стрелять так стрелять хотя можно конечно попробовать использовать сейчас мы вряд ли не долетим не долетим отсюда если взлететь через пар нам это не поможет так что сейчас просто спокойненько летим расслабляемся спокойно приземляемся даже через дверь заходим у вас что-нибудь новенькое интересное появилось? покупай ну ты что-нибудь продавай нормальное что-нибудь да с удовольствием только нормально предлагай что-нибудь у нас вон еще по поводу пистолет использовать так и не было на самом деле против какого-нибудь здоровяка мощного такого выйдет мы в него в упор просто послушай тут тут такое дело откуда у тебя столько сил после рабочего дня а ну-ка давай у тебя посмотрим что-то может вдруг интересно еще так у тебя ничего в принципе такого прям мега мощного хотя вот маска снайпера даже покруче урон стрелков ну ладно пока и там майк в принципе на морду майку намотали вот вам и маска так вот почему ты возвращаешь его словно мне не делал ничего не делал ничего что кто приставил не не погнали-погнали здесь сейчас только одна хотя тут есть еще подожди клуб книголюбов и курьеры вот доставить почту это же по-любому исключительно внизу я думал еще где-то здесь ну ладно на сейчас внизу очень много заданий будет и клуб книголюбов по пути а вам письма что прям рядом с тянг книголюбов книголюбы книголюбы они вот здесь сейчас сразу зайдем и с тобой надо пообщаться с тобой ты их нашел мой труд был не на праздник здесь полное собрание сочинение шекспира его произведения часто переписывают и адаптируют они актуальны всегда но всем полюбились именно трагедии не уж то люди тянутся к трагедии есть над чем задуматься арабские ночи также известные как тысячи одна ночь эпохальный сборник историй сказок и песен что столетиями собирали со всего континента это плавильный котел литературы иногда фантастической часто жестокой как и жизнь в нашем городе спасено еще больше монументальных трудов продолжаем в том же духе кажется у талии уже готов новый список хорошо привет эйден вижу ты принес альберта полное собрание сочинений шекспира читал ромео и джилетта вроде бы скажи мне ты на обложке ошибка в настоящая судьбоносная который писал шекспир да не писал шекспира любви на самом деле это совсем другая тема так если считать что шекспир это исключительно любви то это очень на поверхности читать шекспира давайте я верю нет верил в детстве а потом вырос понимаю о чем ты но неужели в тебе нет хоть проблеска надежды я надеюсь найти свою сестру вот и все разговор с тобой снова стал для меня откровением жду нашей встречи мне уютно с тобой надеюсь тебе со это же а вот список береги себя книга люк и беспардонно садится читать книжку дальше так ладно пойдем сейчас письма доставим не тебе привет я из гильдии курьеров принес письмо для баре мам мама письмо от папы осторожно не порви его когда будешь открывать не порву обещаю благослови тебя бог ты порадовал моего сына мы порадовали всех надо радоваться не надо у меня для вас письмо обижаться наконец-то простите старался доставить его как можно быстрее я не на тебя сержусь она сына от него неделями нет писем я уже решил что он умер совсем забыл отца я благодарен тебе курьер по крайней мере я знаю что мой глупый сын еще жив такс это мы тоже и делали работа сделана посылки доставлены тебе мы потом вернемся здесь нам нужно еще у меня есть кое-что для тебя и забывай ты всегда можешь воспользоваться метро миссия калмсэй к мухая его на закупку присоединяйте зовет хочешь с нами втроем веселее нет спасибо я тебя смутил извини я часто смущаю людей я подожду тебя на торопись должен признаться я восхищаюсь твоей настойчивостью мне почти любопытно что ты будешь делать когда я снова выставлю тебя ты пожалеешь тридцатилетний односолодовый виски хайланд разлит в бутылке за год до пандемии я читал что один бочонок этого пойла ушел на аукционе более чем за полмиллиона долларов какой прекрасный подарок ну давай твою здоровье красавчик что я могу сказать ты пробил брешь в моей обороне значит тебе все еще нужны эти лампы а мэтт сказал зачем они ему на самом деле да чтобы захватить телебашню стой ты не шутишь он спятил уж десять лет как никто не пытался это сделать видимо это опасно потому и нужны лампы но для работы ламп нужно электричество а насколько я слышал его там нет люди уже пробовали захватить ее без электричества и герои и дураки и все они стали кормом для летунов это проблема мэта тебе то что проблема в том что тут что-то не сходится разве ты этого не чувствуешь эйден мэтт хочет подготовиться и защитить город от мясника то есть нам стоит начать возводить ему памятник да есть одна проблема мясник не собирается ни на кого нападать откуда ты знаешь у меня есть свои шпионы в том числе и среди ренегатов после окончания войны мы захватили центр города а полковник обосновался на плотине и стоит ему дернуть за рычаг половина города будет затоплена токсичной водой полковник не глуп он знает что война станет концом для всех тогда зачем мясник напал на закусочную она же в центре хороший вопрос возможно им отдал приказ вовсе не полковник происходит что-то еще то чего мы пока еще не понимаем а что насчет уфешек они-то ему зачем джек что-то скрывает в последнее время он заказывает гораздо больше ламп чем ему нужно даже с запасом и часть этих ламп всегда куда-то исчезает после поставки их никто больше не видит зачем джеку столько уфешек а вот здесь друг мой и начинается загадка джек так и не смог смириться с тем что не разгромил мясника когда у него была такая возможность много лет назад он знал что если нападет на плотину полковник закроет шлюзы и вода вынесет химикаты из-под земли сжигая все живое что еще осталось в этом городе патовая ситуация сохраняется уже 10 лет каждый ждет когда другой первым сделает ход но затем кто-то вдруг включил электроэнергию и что-то изменилось и ренегаты напали на закусочную я не болтать пришел хуан мне нужны лампа чтобы узнать что случилось с твоей сестрой верно айден я же сказал что у меня есть шпионы возможно мне удастся что-нибудь узнать о вальце и о твоей сестре и о том специалисте вгм с которым вы с мэттом пытаетесь связаться я бы даже сказал что с моими возможностями смогу найти этого человека быстрее чем мэтт я вообще сомневаюсь что он сможет их найти а давайте попробуем поможем друг другу разумное решение эйден ты в городе всего ничего и уже выбрал правильную сторону я слегка тебе лампы но любопытно избавит мы это от подозрений но затем ты исходишь в собор там прячется один парень полный псих но отличный специалист пусть потянет эту древнюю шпионскую штучку если она заработает мы сможем поставить жучок на передатчик который джек хочет установить на шпиле телебашни пусть он делает свое дело перехватывая передачи мы это мы узнаем что он делает с лишними лампами а знание это половина победы прям очень любопытно очень любопытно как вот эта ветка будет развиваться мы там этом это так здесь нам нужно собор подслушать джеком это это у нас курьер побочное задание туда я пока отправляется не стану здесь мы сейчас клуб книголюпа все-таки быстренько смотаемся и разберемся слушай ты не можешь там пробурить как-нибудь лесенку чтобы тебе быстренько можно было спуститься или пожарный шестом просто мы и не делали вот этот вот крюк отбегая по кораблю огромный расстояние хотя можно закончить серию на этом на самом деле и при входе у тут все равно появится ладненько друзья давайте завершим и следующей серии уже продолжим на сегодня всем добро пока пока следующая alarm мы